Максим Привалов на Волнах Лаврадио. Привет всем свеже настроившимся. Дыба, розги и испанский цепожок нам сегодня, увы, не пригодятся, потому что пытка у нас интеллектуальная. Народ против звёзд. Умничает сегодня Влад Соколовский. Счёт у нас 3-2, но впереди ещё целый час. И тем, как мы приступим к очередному раунду игры Народ против звёзд, давай почитаем и вообще разберёмся с картиной, которая вырисовывается на сайте 3W и Лаврадио.ру. Давай. Я опускаю 20 страниц признаний в любви и оставлю одну, где по делу. Что нового в творчестве группы БИС? Поклонницы ожидают клип, новую песню, новую, может быть, что вообще происходит? Или вы в затишье? Мы пока в затишье, но мы в таком, знаешь, подготовительном затишье. Чем собираетесь взорваться? Какой песня? Я думаю, что будем взрываться. Материал сейчас ищем, но ищем такой, чтобы уж, знаешь, выстрелить, так выстрелить. Угу. Из всех орудий. Конечно, конечно. Поэтому, ну, сейчас идёт такая подготовка. Я сейчас занимаюсь больше музыкой и танцами. Дима сейчас занимается театром. Театром, книгой. Конечно, и книгой. Вот. И, к счастью, у нас сейчас на это и есть время. Но скоро начнётся опять работа. Вот. Вот мы сейчас только начали гастролировать вновь по всей России и не только. Вот. Поэтому ждите в своём городе нас, группу БИС. В Тодос танцуешь или не танцуешь? Люди спрашивают. Давно уже, по-моему, не танцуешь в Тодос? Нет. Ну, вот как раз сейчас танцами занимаюсь именно там. К счастью, меня взяли к себе самые лучшие педагоги нашей страны. Слушай, ну ты такой крупный для танцев. Тебе не говорят? Ну, ты знаешь, я в балете 7 лет провёл, поэтому как-то справлялся. А, то есть это нормально? Конечно, да. Хорошо, понятно. Ну, хотя ты ещё очень юный, поэтому можно быть любым. Очень юный, да. Ну, это преимущество. Это временно, знаешь, это всё проходит. Тут, не знаю, такой вопрос личный или не личный. Девушка беременна, люди говорят. Тут, видно, какие-то лечащие врачи. Счастливые люди. Счастливая та девушка, которая беременна. Нет, ничего там не планируется в личной жизни изменений? Это слухи, и сейчас в моей личной жизни меня всё вполне устраивает. Менять не хочешь? Нет. И правильно. Главное, чтобы без желания ничего не происходило. Конечно, конечно. Так, вопрос про контакт. Это, конечно, Ахиллесова пита всех прямых коллофрейзов эфиров. Вконтакты, одноклассники. Уже ответь раз, и мы больше никогда к этому не вернёмся с тобой. Это уже что-то с чем-то просто. Нет. Я сейчас буду делать только свои официальные страницы вот на этих ресурсах. Именно и вконтакте, и в одноклассниках. Я думаю, и в ютубе сделаем, и на моей спейсе. А модное слово Твиттер? И в Твиттере тоже, да. Ну, как бы мы сейчас этим вопросом занимаемся, потому что скоро будем заниматься продвижением моего сайта, который будет открываться, я думаю, что с сентября примерно. Это будет сюрприз для всех наших поклонников. Вот. Поэтому везде буду, но личного какого-то общения и контактов... Не ждите. Да, как это бывает у людей, не ждите. Ну, правильно. Должна быть личная жизнь, согласитесь? Конечно, конечно. Правда ли, что ты коллекционируешь музыкальные инструменты? Гитары вроде бы. Ну, у меня есть гитары, пианино и барабаны. Это же какого жилплощадь, чтобы пианино коллекционировать? Не, ну, у меня есть пианино, нет. Никакой коллекции, просто я тебе говорю о том, что у меня есть дома. Вот, и честно говоря, ну, да, стараюсь развиваться, и в данный момент освоил очень много компьютерных программ, и пишу демки целыми днями, и, в принципе, очень неплохо получается. Иду по стопам Крэг Дэвида, так сказать. Ну, давайте уже что-нибудь оценим. Уже продемонстрируем и оценим. Ну, давайте как-нибудь оценим, продемонстрируем, но вот только не сейчас. А сейчас уже время? Нет еще? А сейчас пункты катак, чикапампа. А сейчас уже можно? Я тебе буду каждую минуту играть. Ну, сейчас уже время. Давай, хорошо. И опять же тут комплименты, комплименты, комплименты. По городам и странам зовут путешествовать и гастролировать. Что там такое? Ну, я же не вижу. Тут интимки, пошли интимки. Прочитайте обязательно мое сообщение. Я-то обязательно прочитаю, но я покраснею и не могу... И факт, что я обязательно услышу. Да, и не обязательно передам. Друзья, давайте приступим к игре. 9-5-6-106-6. Телефон в Москве. 3-2, да, у нас счет? Да, да, конечно. 3-2. В Ладжикововске в студии. Мы готовы играть. На выбор тебе поставлю Леди Гага. У меня есть, есть Бастин Ван Шилд. Есть Basic Element. А есть новая песня Рианы Рутбой. Что хочешь послушать? Ты знаешь, я люблю Basic Element. Классная группа. Но будем слушать Риану, потому что офигенный трек. Я обожаю любить. Рутбой. Риана в эфире ЛАП Радио. Влад Соколовский, друзья, исполняет танец не знаю кого. Я не видел таких зверей в природе, но нам очень понравилось. Кстати, посмотрим. Я думал, ты видел Криса Брауна, нет? Нет. Не видел. Он же Рутбой. Да, жесткий мужчина. Действительно, на сайте 3W Lafrazio.ru скоро появится видео, как мы здесь сражались сегодня. И этот танец, я надеюсь, войдет в эту ленту. О нет, лучше его не смотреть. Давайте с Олегом из Питера поиграем. Олег, здравствуйте. Привет, Артем и Влад. Так. Для вас я могу быть Артемом, Олег. Да. Я могу для вас быть любым. Ну, давайте выберем вопрос. Есть музыкальный, есть вопрос такой, на словах. Вам какой? Нет, на словах. На словах. Здорово. Ну что ж. Посложнее. Ему за Артема что-нибудь посложнее, пожалуйста, дать. Седьмой, да? Седьмой хочешь? Подожди, сейчас. Я... А, давай, давай седьмой. Давай. Я буду читать. Ну, давай ты. А, я буду читать, потому что он сложно сочинен. Олег, готовы? Ну-ка, давай я прочитаю. Ты меня подкалываешь, пойду. Читать буду я. Давай, ладно, читай ты. В Британии эта книга признана национальным достоянием. В Китае она долгое время была под запретом. С формулировкой «животные не должны говорить человеческим голосом и нельзя показывать животных и людей равными». В России первый перевод... Первый перевод этой истории... Может, я все-таки прочитаю? Нет, нет, не надо. Появился в 1879 году. Главной героиней... Да. ...именно русской версии была Соня. Соня. Вот так. Ну что ж, назовите вообще эту книгу. Так, давайте я еще раз попробую прочитать. Нет? Нет, мне кажется, человек... Олег, вы поняли или нет? Я что-то тут загрузился. Ну смотрите, это, короче, бестселлер всех времен и народов. В Британии эта книга признана национальным достоянием. А вот в Китае судьба ее вообще очень сложная, ее долго не печатали. Потому что китайское правительство было против того, когда животные говорят человеческим голосом, и животных нельзя показывать с людьми равными. То есть там животные действуют в этой книге, вам подсказка. В России первый перевод этой истории появился в 1879 году. И героиню почему-то звали Соня, так перевели, хотя зовут ее по-другому. И только в 1909 году книга вышла под более привычным нам названием. Назовите ее. Минута пошла. Ну, думаю, что это Алиса в стране чудес. Ты не думаешь, ты читаешь. Где ты читаешь? Ну да, в интернете. В интернете. То есть мы зря с тобой так долго тут пытались задать этот вопрос. Надо было сразу сказать, так, загружай давай. Ладно, молодец. Ну, получается так, что в Китае эта книга была столь же популярна, что и Евровидение в Италии. Ну что ж. Не, ну сейчас там все, они исправились, отдумались. Давай, давай вопрос. Вопрос давай. Короче, у меня вопрос такой. Какова примерная длина Панамского канала? И три варианта ответа. 42 километра, 64 или 82. Минута пошла. Да, нет, подожди, сейчас вот я и засеку. Так, еще раз, какого там канала? Панамского. Панамского канала. Подожди, сейчас, где у меня минута-то? Какова длина Панамского канала? Вот у меня минута. 42. Пошла минута. 42, 54 или 82. 42 километра, это в километрах, я так понимаю, да? Да, да, километрах. Обалдеть. Так. Панамский канал. Я не плавал, я не плавал, знаешь. Вот, а так как-то вот не удавалось не быть в Панаме. Мне кажется, 42. Знаешь, фу-фу-фу-фу. Ладно. Олег. Ладно. Я тут, слышь, начал общаться на другом языке с людьми. А вы зачем нам такой вопрос сложный задали? А, стоп. Ну-ка, еще раз цифры. 42, 64 и 82. 82, это вообще бред полный. Мне кажется, что как 42... И 64. И 64. 42, но это какая-то минимальная история. Мне кажется, что это опять... Какая-то недостройка. Это опять какая-то середина. Мне кажется, что это 64. Ты уверен? Нет, но мне кажется так. Но я вот за 42 бы проголосовал. А я за 64. Ну да. Давай мы с тобой будем спорить. Давай. Будем вести отдельный счет. Давай. Макс Привау, 42. Я 42. Вы сказали, что 64. Не, меня Олег назвал Артемом, поэтому мы можем называть так же. Я Артем голосую. Это что-то Артем неправильно ответил. Хорошо. Нет, 64. Я говорю 64. Влад говорит 64. Ну, мне так кажется. Я думаю, 42. Но Влад у нас сегодня главный герой, поэтому его вариант мы принимаем. 64 километра. Влад отвечает так. Ответ принят, а правильный ответ не тот и не тот, а 82 километра. Обалдеть. Ну, молодец. Ну что ж, мы с тобой проиграли. Оба. Да, оба проиграли. Ну, балл один мы тебе накинем, Олег. 3-3. Счет сравнялся. Ты молодец. Я тебе гарантирую, что Лав Радио подарит тебе самое дорогое, что у нас есть, это музыку. И кроме этого, ты можешь гордиться, что заборол в прямом Лав Радио эфире Влада Соколов.